Мы отработали лишь первый этап, он достаточно сложный этап. Это оперативные решения по ликвидации последствий и по принятию мер, по уменьшению ущерба. Пострадало реально достаточно много домовладений, граждан. Проведена была оперативная работа. Выезжал глава, прерывал отпуск. Он признал работу штата в правильном русле, положительную дал оценку, сделал определенные корректировки, дал необходимые консультации. Но жизнь входит в свое русло, восстанавливается и во всех населенных пунктах. В четырех населенных пунктах еще не снят режим чрезвычайной ситуации. Сейчас начинается не менее сложный этап, подчеркнул Александр Демченко. Сегодня специалисты готовят документы на оказание единовременной материальной помощи тем, кто попал в зону подтопления. Оставшимся в результате стихии без крова будут выданы сертификаты на приобретение другого жилья. Хронологию событий, начиная с 21 мая, доложил начальник отдела ГОЧС Виктор Плаксин. На территории Лобинского района 21 мая 100 мм с 17.30 до 19.30, что соответствует опасному гидрологическому явлению, месячная норма у нас 34 мм. То есть, вы сами понимаете, 100 мм за два часа, это соответствует трём месячным нормам. По данной Лобинской метеостанции за май месяц выпало 62 мм, что соответствует неприятному гидрологическому явлению. То есть, двухмесячная норма за май месяц, но она в основном выпала на прошлой неделе. Так, только за 21 мая по Лобинску выпало 28 мм. Как следствие, дождевая вода не успевала впитываться в почву и текла по полям, формируя русло временных водотоков по ложбинам и балкам. В населенных пунктах, расположенных на склонах речных долин, это Сладкий и Первосинюха, Вознесинская, образовывались водные потоки по улицам. Из-за подпора от дорожных насыпей образовывались обширные равнинные подтопления приусадебных участках и домовладений. В Кутарах Сладкий, Северный, Первосинюха и МТФ номер 2 проведена дезинфекция колодцев и подворьей. Согласно данным обследования подтопленных территорий, майский поводок 2012 года нанес значительный ущерб Лобинскому району. Он составляет около 50 миллионов рублей. На планерном совещании обсудили ряд других вопросов, в том числе организационные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, а также Троицкое поминовение. В этом году эта дата будет отмечаться 2 июня. В этот же день на стадионе Труд состоится большой спортивный праздник. А в понедельник, 28 мая, у выпускников школ начались экзамены. У организации проведения испытаний доложил начальник управления образования Сергей Клименко. Здесь же на совещании Александр Демченко вручил двоим молодым семьям свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. Эти сельские жители стали участниками федеральной целевой программы социального развития села до 2013 года. Вы были участниками краевой программы социального развития села, это по жилью для семей, проживающих в сельской местности. И вы просчитали, продумали, собрались силами, накопили определенные средства для того, чтобы был первоначальный взнос. И вот государство, есть такая программа, государство 70% затрат на приобретение дома или на строительство компенсирует. То есть это достаточно серьезные суммы. Я, коллеги, вот в такой торжественной обстановке вручаю сертификаты двум жителям. И Ильина Татьяна Викторовна, она проживает в станице Чемлыкской, и Ушкалова Евгения Юрьевна проживает в станице Засовской. Хочу сказать, на прошлой неделе у нас было вручено еще сколько, Сергей Михайлович? Пять. Пять сертификатов было вручено.